как говорится аппетит появляется во время еды согласны со мной я вот сейчас сделал пару видеороликов сидя вот сейчас вот в машине и у меня как говорится разгорелся аппетит опять значит сделать какое-нибудь обращение вот когда человек это все делает экспромтом оказывается намного лучше получается чем специально готовишься знаешь там что сказать о чем сказать это не тренирует мозги а вот когда каждый раз что-то делаешь экспромтом и начинаешь обращаться к своей аудитории глядя на монитор своего телефона она тебя больше развивает перед тобой нет тех людей кому ты обращаешься ты просто смотришь монитор видишь себя и как бы сам с собой разговариваешь но представляешь что там вместо твоего фейса за монитором там тысячу и тысячу твоих подписчиков или тех зрителей которые любят заходить в твой youtube канал и что-нибудь взять оттуда полезное поэтому мой смартфон мой автомобиль и то время которое в котором я нахожусь мне очень помогает развивать меня вот так вот в любом месте когда я остановился я могу вытащить смартфон офис мой как говорится меня как ограничивает от разных посторонних шумов это мой автомобиль я нахожусь в своем мобильном офисе и спокойно обращаюсь к людям как вам такой вариант нормально я думаю нормально почему это пока все это говорю чтобы те люди которые не умеют общаться через значит монитор своего компьютера или своего телефона учились вот так вот брали с меня пример вот так вот вы развиваете свое ораторское мастерство развиваете свое мышление вы уже вам мысли приходит начинают приходить потоком не урывками там что сказать там задумываешься там пока ты думаешь там уже скучает это тот кто смотрит за монитором за зато за экраном который тебя смотрит а ты там начинаешь думать мякоть мякоть там тыкать чё говорить сказать не знаешь а когда вот часто часто делаешь такие выступления значит просто вот сам разговариваешь и как бы с собой но обращаешься к своим зрителям к тебе начинают уже мысли с каждым разом приходить более быстрее и быстрее и идти лица потоком это очень развивает ваши навыки публичного выступления вот почему я сегодня вам об этом рассказываю как бы на живом примере на своем примере да было время что я был очень сильным оратором свое время на любую публику выходил это по долгу моей службы было когда я работал я выходил перед любой публикой спокойно обращался к ним поднимал тот вопрос который нужно обсудить и очень умело преподносил как говорится был хорошим оратором но потом пришло время я ушел на пенсию стал изучать компьютер изучать значит поразить просторы интернета но было период познания все изучал но вот обращение такого моего диалога с людьми мне не было и и потом я себя поймал на том что когда надо было мне обратиться вот так выйти к человеку выйти на диалог то моя речь уже была такая вот отрывистая такая вот скучная как сказать я не могу так спокойно вот быстро говорить рассказывать о том о чем о том о чем поднять какую-то проблему предоставить вопрос его решения как его можно быстро решить или там допустим что нужно для этого сделать ну одним словом я оказывается отошел от выступления отучился все как-то застыло заморозилось одним словом как можно сказать да вот поэтому я начал опять вот так вот где остановлюсь в машине сяду начинаю там на какую-то тему говорить рассказывать и у меня появляются мысли новые следующий раз опять где-то вот в ожидании паркинга там где-то приткнулся нам на обочине ждешь куда припарковаться думаю чем заниматься и сразу я вспоминаю вам слова алан лакенок и он говорит всегда думайте в любом значит случае где бы вы не находились думаете задавать себе вопрос как мне использовать данное время с наибольшей пользой и вот так вот когда я сижу в машине я сразу задаю себе вопрос как мне сейчас прошу прощения мне позвонили и разговор прервался позвонил мой один приятель владелец ресторана где мы частенько собираемся проводим хорошо свое время с друзьями в общении я он сегодня решил со мной кое о чем посоветоваться но это хорошо когда человек с тобой советуется я с ним пообщался дал некоторые советы которые считаю необходимым а что из них он примет себе то примет что не примет то не примет это его воля как говорится и поэтому так вот видите опять же здесь тоже общаясь с вами я говорю значит то о чем я думаю а что для вас необходимо что для вас это полезно решать вам поэтому своих я вас очень прошу значит принять участие в комментариях не поленитесь напишите пару строк в комментариях сегодняшнее мое я значит обращение в этом видеоролике чем-нибудь она стала для вас полезным или не с или бесполезно это занятие мое время провождение занимаю ваше время вы там включили этот видеоролик решили думали что-то полезное узнать и ничего не узнали полезного в любом случае напишите в комментариях свое отношение к этому ролику поставьте лайк или дизлайк даже если вы поставите дизлайк я буду знать что вы меня поддержали да это будет ваша поддержка не не сомневайтесь я буду знать что бесполезно такие делать ролики или буду знать что меня кто-то слушает кому-то это интересно и буду больше делать разнообразные видеоролики отвечать нашего на ваши вопросы которые вы зададите в комментарии и буду этим самым развиваться делая что-то полезное для вас буду и сам развиваться как говорится палка в двух концах так что друзья мои я очень был рад с вами пообщаться с вами был садрагин всего хорошего до следующих встреч до свидания